Район Бочарова ручья, улица Клубничная и новостройки на Виноградной. Самые проблемные участки, около тысячи домов не подсоединены к городской сети. Уже несколько месяцев специалисты администрации Роспотреб и Росприроднадзора, водоканала и водостока пытаются донести жителям о необходимости и важности подключения к канализации. Большинство частных домов пользуются септиками или локальными очистными сооружениями, но договоров на их обслуживание зачастую нет. Отсюда по улицам курорта текут далеко не чистые ручьи с неприятным запахом, что приносит значительный ущерб экологии. Сучьеводоканал пошло на беспрецедентные меры. И сейчас самое главное – это произвести подключение канализованных выпусков именно к централизованной системе канализования. Оформление документов будет производиться потом. Сейчас самое главное – это собрать истоки для очистки их на очистные сооружения, существующие в городе. Оформление документов будет производиться после проведения всех процедур по подключению. Для получения технических условий нужно обратиться в единое окно, которое работает на первом этаже предприятия Сучьеводоканал. В зависимости от форм собственности это могут быть частные домовладельцы, представители ТСЖ или управляющие компании. Прием заявлений производится по упрощенной схеме. Достаточно предъявить копии документа, подтверждающего личность и собственность на объект. Тех, кто сопротивляется подключению к централизованной системе канализования, мы, к сожалению, вынуждены будем по указанию руководства города, по указанию свыше, производить отключение от водоснабжения. Причем отключение уже будет происходить не просто закрытием задвижки и пломбированием, а с демонтажом водоподведения к домовладениям. Принимать действия жителям необходимо немедля. Уже четыре месяца сотрудники Сочинского водоканала уговаривают сочинцев подключиться к централизованной системе водоотведения. Время уговоров закончилось. Те, кто и на этот раз не поспешат воспользоваться упрощенной системой подключения к сетям канализации, рискуют надолго остаться без воды. Ведь и жители Сочи, и многочисленные гости курорта прямо заинтересованы в том, чтобы наши реки и Черное море были чистыми. Продолжение следует...